Владимир Соловьёв С днём рождения! Спасибо большое! Посмотрите, что происходит, когда Владимир Соловьёв прерывается на рекламу. Внимание! Тих-тих-тих-тих-тих-тих! Руку убери! Убери руки! Так, вы что, с ума сойти? Уйтик! Ты смотри! Руки убери! Гаф, гей-то! Ещё раз запьнишь нос... Так, Василий! Прекрати немедленно! Прекрати немедленно! Прекрати немедленно! Ну, боюсь, слово уникальность, хотя, наверное, оно вполне уместно. Но вот особенность Владимира Рудольфовича заключается в том, что он вообще-то, если говорить вот так справедливо, он не журналист. Ни с точки зрения своей профессиональной подготовки, ни, по большому счёту, с точки зрения той работы, которую он ведёт. Это нечто большее, чем журналистика. Это, знаете, в моём понимании, вот Соловьёв сегодня, особенно в нынешней ситуации, один заменяет, ну, какое-то дикое количество средств массовой информации. Это, допросит меня мой уважаемый товарищ и коллега Дмитрий Константинович Киселёв, это наше сегодняшнее, если хотите, Совинформбюро. И для того, чтобы быть этим, Совинформбюро, конечно, ты должен быть самым разным. Ребят, на самом деле, когда я говорил, что абсолютно согласен с Сашей, что я не журналист, это потому, что я всегда говорил, что я ведущий. Я очень уважаю ребят в профессии, журналистика это отдельная профессия, очень сложная. Я даже удивляюсь, когда он успевает впитывать в себя информацию, потому что он всё время в курсе. Он постоянно информирован до мельчайших деталей, и он знает больше, чем его гости, так называемые эксперты. Он всегда может поправить, всегда поддержать. Вот Володя уникальный дар человеческого общения, эмпатии и проникновения в своего собеседника. Но главный герой, конечно, Володя, потому что он человек героического склада, личность героического склада. Когда он задаёт острый, быть может даже разрушающий вопрос, он не переходит на личности. Он же не имеет ничего против вас личного. А это уже следствие его воспитания. Он не враждебен по-человечески. И я хочу ещё об одной вещи кратко напомнить. Ведь Владимир человек, который очень часто вмешивается в какие-то ситуации общественно значимые, как защитник и поборник справедливости. И у нас с ним, в наших каких-то совместных делах было немало примеров, когда именно благодаря огласке, жёсткой его позиции удавалось довести до конца какое-то дело, которое гробилось. Добиться увольнения того или иного высокопоставленного чиновника. Молодёжи всё тяжелее приходить в этот мир, потому что мы, старики, вдруг выглядим крепенькими. Мы вдруг оказались в свои 50, как лет 15 назад выглядели 30-летние. Хотя эти слова Владимир Соловьёв сказал много лет назад, они не потеряли своей актуальности и по сей день. Вы часть истории телевидения, да, показываете, как вы умеете таскать шины в невероятную силу. Володь, я даже не хочу тебя поздравлять, не рассматривая это как поздравление. Помнишь, я говорил, что тебя сейчас ждёт самые прекрасные 10 лет, как было у меня. А 60 до 70 – это лучший период моей жизни. Я не так часто вообще-то встречаю людей, которые намного умнее меня. Вот ты – тот самый случай. Вот я тобой преклоняюсь, я тебя люблю. Тебя очень многие ненавидят, как ты знаешь. Надо компенсировать любовью, да? Мы их порвём. Владимир Соловьёв может всё. Он может спасти, он может помочь. Он очень обаятельный, очень располагающий к себе. Очаровательный – это он умеет. Я была уверена, что я единственная, кому он дарит цветы. Это же тоже искусство, как дарить цветы, что ты будешь чувствовать себя единственной на планете.